С контрольными точками, то я подозреваю, что специалисту не так легко будет свернуть с пути истинного. Вот договорились ли мы с ним о точном перечне и о сроках? И понимаем ли мы оба какие цели? Ну, я надеюсь просто, что мы с вами разговариваем откровенно, у меня нет задачи сказать, что вы виноваты, а у вас нет задачи выкрутиться. Договорились? Итак, вопрос, есть ли такой график? Потому что что не совпадает? По срокам, по содержанию, а вот сформировать такой график, это задача планирования. Сформировать не мне, вам, вы специалист, вы тот черт, а нам с вами. Нам с вами надо договориться о сроках, содержании и целях. Цель может быть не одна, и, например, может быть там цель создать офигенительно, извините за термин, красивую систему. Ну, может быть первая цель, достигнуть какого-то экономического эффекта к 900 вахматому году. Мы с вами эту цель оговорили, я вам ее продал, или каждый свою цель. Я ведь сталкивался с технарями, для которых иногда самое главное красивое решение. И плевать, они хотели на экономические эффекты сроки внедрения. Сталкивались с такой ситуацией? Процесс все, результат ничто. Бывает. Трудно с этим. Значит, морковка, деньги, власть, почет, уважение, система мотивации. Достаточно понятно, что туда входит, и главное, чтобы не тема семинара. То есть там здоровенная тема, грубо говоря, система мотивации, моральная, материальная, вот такая система. Это морковки. Только не говорите есть. Потому что если все есть, то непонятно, почему не работает. Понимаете? Значит, что-то неправильно делается. Возможно есть. Это позитивная сторона. Негативная сторона означает примерно следующее. Любой руководитель должен уметь тема лидерства выстроить ту ситуацию, при которой человек имеет право высказать свое мнение, обязан высказать свое мнение, но не имеет права уклоняться от соответствующего разъяснения. И даже если он специалист, и даже если он 25 раз специалист, он должен уметь вам объяснить какие-то собственные изыски. А почему он спросил, он прав или не прав? Я бы не хотел, чтобы было буквально воспринято, что морковку не надо делать. Наличие морковки, вот термин, необходимо, но недостаточно. То есть она должна быть соответствующая решению, но только ее будет недостаточно. Вот в чем момент. Потому что на какой-то момент, почему недостаточно морковки, потому что может возникнуть дискомфорт между хорошим и лучшим. То есть нехорошего достаточно, чтобы ради лучшего не напрягаться. И вот тут-то должно вступить в силу управления. Есть такое правило. Результат работы специалистов не должен зависеть от их желания зарабатывать деньги. То есть они должны выполнять поставленные задачи и за это получать деньги. Но они работают не потому, что они хотят заработать больше денег, потому что им ставят такие задачи и лишают возможности не выполнить. Но когда с другой стороны у них есть оплата, то есть они понимают, вот у них сзади невозможность, у них сзади пистолет управления, но впереди у них довольно интересные морковки. И вот в этом случае человек начинает думать, а не подтянуться ли мне за той морковочкой. Уж очень она интересно выглядит, тем более, что сзади вот такой револьвер. То есть ты лишили возможности ничего не делать? О, да. То есть ты будешь делать? Вот смотри какая. Точки и точки контроля, невозможно обойти ничего. Заскочить невозможно. То есть ты проблему получишь завтра, а не через три месяца. И проблему в первую очередь... Однозначно. И проблема, она не в материальных факторах, если позволите, а в первую очередь основной ресурс, это именно личность руководителя. То есть мы забегаем немножко вперед на лидерство, завтрашняя тема, но скажу сейчас. Значит, руководитель должен уметь быть солнышком. А именно, солнышко греет, когда подчиненный ведет себя правильно, и жжет очень больно, когда подчиненный ведет себя неправильно. Иначе, говорят, цитируя книгу «Бравого солдата Швейка», был такой там персонаж-подпоручик Дуб, который периодически кричал, вы меня до сих пор знали с хорошей стороны, но скоро вы меня узнаете с плохой, да? Типа того. То есть руководитель должен уметь мгновенно разворачиваться к подчиненному той стороной, которой требует ситуация. В конечном итоге у подчиненного должно быть большое желание общаться с вами хорошим и огромное нежелание общаться с вами плохим. И это значит гораздо больше, чем материальный фактор. Если позволите, я приведу пример. Можно? На самом деле, кто-то из Людовиков сказал, умеешь управлять лошадью, сможешь управлять государством. И процесс управления, вы уж простите, не бросайте меня табуретками, имеет много общего с верховой ездой. И есть такая вещь, хлыст у наездника. И те, кто занимался верховой ездой, знают, хлыстом практически не пользуются. Есть такая вещь, как поводья. Но кто скакал знает, поводьями их держат и ими так легко показывают лошади. Нельзя сильно дергать поводья. Лошади губы очень нежные. Во-первых, вообще, почему с лошадью нельзя ссориться? Потому что лошадь, в принципе, здоровее всадника. Если не брать какие-то былинные ситуации, которые мамонтов одним ударом хвоста валили богатыри, условно, то нормальный человек слабее лошади. Если он поссорится с лошадью, лошадь его больше грохнет, в общем-то, всегда. Кстати, персонал тоже всегда сильнее руководителя. И вот поэтому всадник должен, есть такой термин у наездников, лошадь в руке. Когда лошадь чувствует поводья, которые практически не натянуты, когда всадник не пользуется хлыстом, но хлыст есть, и лошадь знает, что такое хлыст. И всадник тогда управляет коленями и посадкой. То есть он практически, и вот это управление происходит, вот лошадь в руке. То есть как бы и не управляется. Мы как бы вместе едем. Но сомнений у лошади, кто наверху, вообще не возникает. То есть наказания, в смысле материальные, какие-то там выговоры и прочее, вообще используются в исключительных случаях. 95% управленческих ситуаций руководитель должен решить на уровне лидерства. Вот это важный момент, да? И он не должен допускать подчиненного с помощью контроля, кстати, до поступков, требующих наказания. Вот в чем проблема. То есть если подчиненный допустил поступок, заслуживающий наказание, но и это не явное какое-то должностное преступление, там подделка, да, а как-то он докатился, то вопрос, а куда же мы смотрели, где контроль? Как человек мог позволить себе, где мы были? То есть человек докатился до проступка, заслуживающего материального наказания? Дело в том, что человек никогда не совершает такие проступки сразу. Человек сначала пробует воду, пробует окружающее пространство, и только получив от пространства недвусмысленный сигнал «можно», идет чуточку дальше. Ну, кто-то останавливается, большинство через какое-то время пробует еще что-нибудь учинить нехорошее. И опять получив подтверждающий сигнал «можно», он в пространстве располагается чуточку более комфортно. То есть наличие морковки необходимо, но недостаточно. Да, она должна быть адекватная. И это, кстати, очень часто для разных групп специалистов разная мотивация, да. Вот на то и есть система корпоративной мотивации. Как раз с чем я сталкивался, что в компании внедряют какое-то программное обеспечение, работают привлеченные специалисты, работают свои. Свои тормозят работу привлеченных, потому что им не платят. И вот тут интересный всегда возникает вопрос. Компания готова заплатить чужим, но не готова заплатить своим. Типа он и так у нас работает на окладе, пусть старается, он должен. А это ошибка. И если человек работает над какой-то системой, да, то мы можем замотивировать его не только каким-то окладом, но и какими-то премиями, может быть, по сданным этапам. Я не знаю вопрос бюджета проекта. Да, но у человека должен быть какой-то стимул закончить что-то вовремя. Невозможно, чтобы человек заканчивал вовремя просто потому, что и чувство долга. Поэтому оплата на проект какая-то, да, она может быть выделена отдельно и распределена так, чтобы человеку, в общем, было ясно зачем. Но с этого все только начинается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!